В течение этой недели, с 4 по 10 ноября, уже в 14 раз проходит неделя выруского языка. Во всех уголках выруского уезда пройдут мероприятия, направленные на популяризацию языка вырум, в первую очередь среди своих же жителей Вырума. Ну и мы здесь, в Таллине, попробуем познакомиться с выруским языком. Сделаем это с помощью фолклориста. В студии старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Таллиннского университета Марию Киеву-Пу. Доброе утро. Доброе утро. Терехумакуст. Терехумакуст. Ну вот если говорить о схожести эстонского языка и выруского, то вот терехумакуст, например, понятно. А некоторые другие слова, они могут иметь совершенно другое значение. А когда говорят на выруском языке, я слышал, честно, вообще ничего не понимаю. Да, это правда. Даже эстонцы говорят, что если я буду говорить на выруском, тогда очень трудно понять. Даже здесь в севере, конечно, кто финского знают хорошо, тогда они понимают что-то и выруского, потому что они как-нибудь ближе немножко. То есть финские и выруские, они ближе, чем выруские и эстонские? А как так получилось? Ну это уже очень такая длинная лекция об истории языков. Ну очень коротко, давайте попробуем. Ну в общем-то было так, что в территории Эстонии когда-то очень давным-давно были, так сказать, два языка. Один был южно-эстонский и другой северно-эстонский. И этот наш официальный эстонский язык теперь, он, значит, во-первых, переведили этот бибель, целый бибель, переведили и взяли северно-эстонский язык. Ну в общем-то на южно-эстонском тоже были такие, ну катокисмус, значит, на выруском. И были тексты, но целый бибель переведили на северно-эстонском языке. И вот после того и стал этот наш эстонский язык официальный. Это база северно-эстонский. То есть он получил больше распространения, больше, чем южно-эстонский язык. Да, да, да. А скажем, мы знаем, что вы сама являетесь жительницей Южной Эстонии. Да, конечно. Соответственно, выру Келли, вы знаете. Хорошо знаю, потому что я могу сказать, что официальный эстонский язык у меня был третий. Потому что в детстве мы говорили, там в 60-е, это выру, язык выру, это был нормально. Конечно, книги читали на эстонском, а у меня и маленькие корни. И есть в Латвии, потому что у меня этот дедушка латыш. И поэтому, если я в школе ходила уже, тогда я стала учить и говорить на эстонском. Потому что все-таки какие-то вырусские слова или общаться устно на эстонском было как-нибудь странно. Ну вот смотрите, когда про русских людей говорят, они где-то в регионах имеют тоже свой суржик, какой-то свой язык или диалект, и они хотят работать в Москве или в Петербурге, они переучиваются, они учатся совершенно по-другому произносить слова. Для вас это стало проблемой или нет? Немножко стало, потому что вот есть такая шутка, как учатся читать азбука в русский этот ребенок. Написано, типа, т-и-б-у, а в русский ребенок читает т-и-б-у. Н-у-г-а. Н-у-г-а. Н-у-г-а, да. Н-у-г-а. Н-у-г-а. А вы сказали, что ваша фамилия тоже южная. Что она значит? Чистая южная, да. К-и-в-у-пу, да. Но я, честно говоря, не встречал такую фамилию раньше. Что это значит? Да, я верю, потому что, по-моему, в Эстонии живут меньше, чем 10 человек, у кого есть такое имя. Ну, в общем-то, это очень просто. Да. Мои русские друзья этого переведили, чтобы было им легче. Они говорят «Мария Береза». Значит, Киев – это на эстонском «каськ», на русском «береза». Апу – дерево, да. И есть. То есть вы Березина? Да. Мария Березина. Если так вот брать. Ну, если кто-то из наших зрителей владеет в совершенстве эстонским языком, он может попробовать испытать себя. Давайте посмотрим на викторину, которая имеется в интернете. Ну, у нас даже с переводом названия возникли вопросы. «Юцки тарк эйсата тайваст». Браво. Что это значит? «Юцки тарк эйсата тайваст». Умные люди не попадают из неба, да? Они падают с неба? Падают, да. «Юцки тарк эйкуку тайваст Алла». Ага. Надо учить. Не просто так, да. И там можно увидеть различные слова, которые, может быть, имеют определенное значение в эстонском языке, да? Но на языке «выро» значит совершенно другое. Ну, давайте вопрос номер четыре возьмем, да? Ну, попробуйте. Ну, то есть «кольм» по-эстонски это три. Цифра три. И тут предлагается «кюльм», «холодно», «торн», «башня», «кульм», «бровь» или «кельм», «мошенник». Ну, что вы думаете? Я бы сказала «кюльм». А я бы «кульм» выбрал. Ну, попробуем. И что? Нет, неправильно «кульм». Ну, как? А кто сказал «кюльм»? Я сказала «кюльм». А правильный ответ какой? Я так думаю, что здесь надо контекста. В общем-то, я так думаю, что, может быть, это и, может быть, не «кельм», «кельмамшули», а «выро» «торн», попробуем. «Торн», да. Но это, видите, у нас просто неинтерактивно это сейчас. Поэтому не видим, какой правильный ответ. Но вам верим, конечно же, на слово. Но действительно, если читать, то похоже на финский язык. Да, конечно. Даже чисто визуально. Если человек, например, знает... В общем-то, холодно, да. И в моем вырусском языке, значит, западная часть, такого слова не пользуется. Потому что есть немножко разные такие в западном. И, значит, это часть вырусского, что ближе там, это сетума. И там есть такие разные. Я могу сказать, что если мне надо, значит, какое-то устроить, какой скандал в семье, тогда надо обсуждать, куда поставить картошки. Я говорю, что картошки на вырусском, на моем вырусском, надо поставить в кук, картули кук, картули ваку. Если там взять, где-то там недалеко от сетума, они говорят, что надо поставить виргас. Разные слова. То есть еще и в самом вырума отличаются язык? Да, есть. Бордюр, поребрик, Москва, писер, пожалуйста. Тоже, в общем-то, разница есть. Это куда мы будем сажать картошки, тогда и можем сделать, как-нибудь, знаете, ссориться. А сами люди, которые живут в выруме, насколько часто они практикуют этот язык, разговаривают на нем повседневно, сохраняют его? Сколько человек, кстати, говорит на вырус сейчас? Это надо смотреть, конечно, статистику, но, как мы все знаем, что есть эта статистика, в общем-то, есть статистика. Я тоже могу сказать, что я говорю с вырусными людьми, очень часто и в Тайлине живут, я говорю, на выруском. Но и если, и там вырума, да есть люди, кто говорит хорошо и говорит почти каждый день. Ну и, конечно, есть и людей, кто не говорит выруского. И да есть люди, кто читают, может быть, там газеты или детские книги, или что-то такого. Но этот процент, кто каждый день, но я не могу, я здесь в Талине, но я думаю, что это да есть, но это состоит, по-моему, из, как это сказать, самочувствия. Если я о себе хорошо чувствую, что я могу говорить на выруском, то это хорошо, и на вырума даже есть, но видно, что это выруский язык стал популярным. Если мы будем смотреть, там, год 20-30 назад, потому что в советское время говорили, и мне говорили, когда я был маленький, что если ты будешь говорить на выруском, ты не учишься правильно говорить эстонский язык, но это, я говорю, я не согласен, потому что если ты знаешь много языков, тогда ты очень богатый человек, потому что каждый язык, это целый мир. Это целая новая жизнь. Спасибо. Сотрудник Института гуманитарных наук Талинского университета Марью Киевупу была у нас в гостях. Спасибо.